Субтитры сделал DimaTorzok Мы прошли в комнату. Серега похвастался, что купил очень дешевую банку отличного кофе. Я люблю кофе. Поэтому тут же предложил заварить его. Мы выпили по кружечке. Серега подарил мне баночку и уехал обратно. Как-то это все немножко странно. Он приехал просто, чтобы попить со мной кофе. Я вернулся в комнату. Баночкой кофе нигде не было. А куда я ее успел деть? Она же стояла на столе. Начал искать ее. Но нашел в шкафчике двухлитровую бутылку с чаем. Не припоминаю, чтобы у меня такая была. Позвонил Серега. Стал говорить, что забыл у меня банку с кофе и попросил сейчас же ее вернуть. Так ведь он ее подарил мне. Он принялся реветь в трубку и клялся, что такого не было. Что с ним происходит вообще? Я попросил его успокоиться и сказал, что вместо кофе могу отдать ему бутылку чая. Он истерил. Передал трубку своей маме. Она сказала, что будет подавать на меня в суд. Да они там что, с ума все посходили? Они положили трубку. Я был в шоке. Серега удалил меня из друзей и отписался в инсте. Ну это уже слишком. Нашел в магазине тот самый кофе. Взял две банки и поехал к Сереге. Он открыл мне дверь. Серега стоял в проеме в женском платье и жевал лист бумаги. Я спросил, все ли у него в порядке. Он сказал, что ничего не в порядке. Улегся на пол и стал кричать. Он реально сошел с ума. Затем сел на диван и стал смеяться. Надо его срочно отправлять в психушку. Я вызвал врача. Он приехал. Серега накинулся на доктора и стал драться. Я оттащил Серегу. Врач сказал, что случай серьезный. Пришлось вколоть ему успокоительное. Серегу завернули в смирительную рубашку. Надели смирительный галстук. Врач сказал, что ему потребуется госпитализация. Я попросил поехать с ними, так как не мог оставить его в таком состоянии. Мы приехали в больницу. Серегу положили на больничную койку. Пока он спал, я не отходил от него ни на шаг. Вернулся врач. Сказал, что по правилам мне больше нельзя здесь находиться. Я заплатил денег, чтобы остаться еще ненадолго. Врач нехотя согласился. Спустя несколько часов Серега проснулся. Он чувствовал себя значительно лучше. Мы немного пообщались и я успокоился. Пожелал ему скорейшего выздоровления и обещал навещать каждый день. Направился к выходу. Но путь мне перегородил врач. В смысле? Он вежливо попросил меня остаться здесь. Я спросил, насколько. Настолько, насколько потребуется. Я стал злиться. Сказал, что мне нужно домой. Начал орать на врача. Вернулся к Сереге, чтобы он сам сказал, что мне нужно домой. Но его кровать была пуста. Не понял. Спросил, куда они успели деть Серегу. Врач сказал, что никакого Сереги здесь и не было. И тут я заметил, что сам замотан в смирительную рубашку. Мне резко вкололи какую-то дрянь и я отключился. Вот ваша новая партия таблеток. Не забывайте принимать их три раза в день, иначе у вас снова начнутся помутнения в сознании. Спасибо, Серега, проходи. Спасибо, что подарил мне этот кофе. Буду пить его с удовольствием. А где мой кофе? Он только что стоял здесь. Ты украл мой кофе! Верни его, или я за себя не отвечаю! Отвечаю! Алло, доктор, у Ромы снова помутнение в сознании. Вы просили позвонить, если это снова случится. Приедьте к нему, пожалуйста. Где мой кофе? Он украл мой кофе! Короче говоря, я сошел с ума. Короче говоря, я хакер. Это был календарь на компьютере. Это был открытый браузер на компьютере. А это был зависший сайт на компьютере. Итого мы имеем уже который час неработающий компьютер. Рома позвал меня в надежде, что я все смогу восстановить. Он до сих пор думает, что раз я знаю комбинацию Ctrl-Alt-Delete, то я шарю в компах. Но, увы, даже этих навыков тут недостаточно. А еще недостаточно кофе с печеньками. Попросил Рому все это повторить. А сам принялся читать пособие по ремонту компьютера. Я действовал строго по инструкции. Постучал по системнику три раза правой рукой, пять раз левой и два раза ногой. Не помогло. Ударил ногой еще раз. Все заработало. Что за бездари это составляли? Пока Рома еще не вернулся с кухни, я решил посмотреть, что у него интересного на компьютере. Только не говорите, что вы тоже так не делали. Увидел на рабочем столе папку «Новая папка». В ней была папка «Новая папка». В папке «Новая папка» была папка «Новая мамка». Не очень оригинально. Но я открыл ее. Пооткрывав 37 новых папок, я наткнулся на какой-то документ под названием «Совершенно секретно». А вот это уже интересно. Мне дико захотелось открыть этот файл. Но в комнату вошел Рома. Я тут же закрыл папку и вырубил комп. Чтоб наверняка. Рома поинтересовался, как мои успехи. Я сказал, что все отлично и надо было просто перезагрузить комп. Стоп. Почему я не сделал этого сразу? Сказал, что мне пора идти домой. Взял кофе с печеньками и вышел из квартиры. Всю дорогу меня тревожил вопрос. Что если носороги это растолстевшие единороги? А еще что же это за файл «Совершенно секретно» на компе Рома? Я не мог спокойно есть с этой мыслью. Спать с этой мыслью. Выходить в открытый космос с этой мыслью. Поэтому я должен узнать, что это за документ такой. Для этого нужно взломать компромы. Сначала решил обратиться за помощью к моему другу-хакеру. Но он сказал, что завтра контроша и он не сможет помочь. Обидно. Придется как-то взламывать самому. Загуглил, как стать хакером. Оказалось, что надо знать языки программирования. Но их было очень много. Остановился на французском. Формидабль. Теперь надо научиться писать программы. Они бывают полезные и вредоносные. Полезная программа уже создана. Это жить здорово с Еленой Малышевой. Осталось научиться писать вредоносные программы. Но это тоже жить здорово с Еленой Малышевой. Нужно разработать свою вредоносную прогу. За пару часов я создал программу «Вирус» на основе сегментации реестра и двоичной кодировки. Решил проверить. Комп вырубился. Значит, я все сделал правильно. Решил проверить свои новые навыки. Попробую взломать чей-нибудь почтовый ящик. Это было несложно. Правда, как-то неудобно вышло. Достал оттуда квитанцию за свет. Оплатил в качестве компенсации. Ну и взломаю что-нибудь совсем легкое. Например, сайт Пентагон. Через 44 секунды все было готово. Я даже попал в список рекордсменов. Думаю, пора начинать операцию, и все тайное становится явным. После этого у меня сразу стала получаться превосходная жареная селедка. Я просто добавлял 3-4 ложки. А ну-ка. Ваш компьютер заблокирован. Для разблокировки обратитесь по номеру. Алло, мой компьютер заблокировали. Вы можете мне помочь? Да, конечно. Диктуйте адрес. Первый этап моего плана пройден. Теперь под видом компьютерного мастера я приду к Роме, выпровожу его из квартиры и скачаю к себе этот секретный файл. Все гениально и просто. Здравствуйте. О, привет, Серега. Ты что, компьютерным мастером устроился работать? Это не входило в мои планы. Мы прошли в комнату. Я сел за комп. Надо убрать Рому из квартиры, чтобы он ничего не заподозрил. Попросил его найти отбойный молоток, газоэлектросварку и токарный станок для починки компьютера. Он сказал, что все это лежит на балконе. Нужно, чтобы он ушел на подольше. Сказал, что хочу яичницу из яйца страуса и баобабовый сок. Рома ответил три минуты и будет готово. Так я от него точно не избавлюсь. Увидел на столе телефон Ромы. Ой, какой я неловкий. Рома пулей выбежал из дома. У меня есть около трех минут. Нужно действовать очень быстро. Все готово. Я вернулся домой. Открыл ноу. Ставил флешку. Наконец я узнаю, что скрывается в файле совершенно секретно. Рецепт жареной селедки. Вкуснотища несусветная. Вот я идиот. Все было напрасно. Как я вообще мог подумать, что у такого как Рома может быть что-то секретное? Короче говоря, создал клона. Это был обычный ускоритель протонов. А это хроматографический анализатор частиц Гюгрихова. Ну а это раствор диоксида водорода. Да, вы все поняли правильно. Я просто хотел подогреть себе кофейку, потому что микроволновка в нашей лаборатории сломалась. И если эти вещи правильно применить, у меня все получится. Уже через 12 с половиной наносекунд мой чудный напиток был готов. Идеальная концентрация и температура. Ну ладно, с элементарными задачами покончено. Пора заняться настоящими открытиями. Ведь я один из ведущих ученых в области преобразования материи этого десятилетия. И надо соответствовать своему скромному званию. Я несколько долгих минут смешивал различные вещества и растворы. У меня опять получился философский камень. Почему каждую неделю у меня синтезируется эта безделушка? Надо что-то новенькое. Выпил сыворотку идей. Идеи не было. Сгонял в туалет. Идеи появились. Почему-то все гениальные идеи появляются в туалете. Я изобрету машину времени без машины, преобразователь плохих новостей в хорошие и усовершенствую свой вечный двигатель. А до старой оказался не вечным и по моим расчетам должен остановиться через 18 квадриллионов лет. Но есть одно но. Это может занять огромное количество времени. Возможно даже больше одного часа. Или десятилетия. Да, в моей науке небольшая погрешность не исключена. Это очень нерациональный подход. Сейчас быстренько изобрету своего клона-помощника. Я добавил ему немного своего ума. Немного гениальности. Капельку красоты. Хотя капелька красоты это все, что я ему могу дать от себя. И добавил немного желания завоевать мир. Упс, переборщил. Ну ничего, и так сойдет. А сейчас я смешаю получившийся раствор со своим ДНК и у меня появится собственный клон. Но появился не клон, а клоун. Убрал немного чувства юмора. Все, клон был готов. Я ввел его в курс дела. Мы интересно поболтали. Я показал ему все свои научные труды. Новейшие изобретения. И коллекцию своих халатов. Он восхитился мной. Я тоже восхитился им. Ну то есть собой. Вскоре в лабораторию вошел мой коллега, Нобелевский лауреат, доктор химических и физических наук, председатель Академии выдающихся ученых достижений, Леха. Одним словом, дилетант. Леха сказал, что я сегодня хорошо выгляжу и попросил замедлитель частиц. Все бы ничего. Но он сказал это моему клону, а не мне. Мне это не понравилось. Чтобы нас не путали, повесил на клона Бейджик. А замедлитель Лехе я так и не дал. Все, пора приступать к работе. Я начал синтезировать молекулы карбидиола. Мой клон подавал реагенты. С ним действительно удобно. Спустя 30 минут работы результат был налицо. Да, мы изобрели супер крем для лица. Но это только разминка. Займемся машиной времени без машины. Мы взяли мою старенькую машину времени и сохранили внутри нее частицы взаимодействий. При помощи совместного труда смогли извлечь саму машину из потока молекул и все. Теперь я безо всяких проблем мог входить в будущее и выходить из него. Далее на очереди преобразователь плохих новостей в хорошее. Мы сразу пришли к пониманию того, что это может сделать любой дурак. Поэтому поручили эту задачу Лехе. Он сказал, что сделает это с легкостью. Хорошие новости. И наконец усовершенствование моего вечного двигателя. Вот тут сложнее. Мы несколько часов делали замеры и чертежи. Работали посменно и спали по очереди. Мы так сработались с клоном, что уже понимали друг друга без слов. Наконец вечный двигатель стал вечным навечно. Я посмотрел на своего клона. Он посмотрел на меня. Мы улыбались. Клон сказал, что пойдет отдохнет в кабинете. Но я ответил, что так как все мои задачи выполнены, я уничтожу его прямо сейчас. Ему это не понравилось. Он схватил меня за горло и стал душить. Я отбивался как мог. В глазах темнело. Мне кое-как удалось нажать на кнопку уничтожения клона. И он тут же разбался на молекулы. Я тяжело дышал. Вот это денек. В лабораторию вошел Леха. Он сказал, что слышал тут какой-то шум. У тебя тут все в порядке? Да не, все в порядке. Не переживай. Короче говоря, создал клона. Короче говоря, стирка. Это была суббота. Сегодня по плану у меня значилась генеральная уборка. Капитанская стирка. И лейтенантская мойка посуды. Начинаю прямо сейчас. Достал все необходимое. Все необходимое. Приступил к уборке. Отмыл плиту. Протер подоконник. Подмел диван. Все, с уборкой закончил. Пора стираться. Не понимаю, почему для некоторых людей стирка это такая большая проблема. Я сгреб все грязное белье и закинул в стиралку. Осталось только выбрать режим и нажать на кнопку. На какую? Такс, допустим вот это. А вот как выглядит ядерный взрыв. Но что-то я отвлекся. Вернулся к стирке. Надо выбрать режим. Хлопок 60. Хлопок 40. Поджим плюс слив. Не, это дело для гопников. Просто выберу свою любимую цифру 8. Я закинул порошок и запустил стирку. Через полчаса она была завершена. Я достал белье. Пока развешивал, заметил, что вся одежда стала очень маленькой. Не понял. Вернулся к стиралке. Режим 8. Детское белье. Теперь понял. Все-таки стирка это правда очень сложно. Может позвонить маме? Она мне все объяснит и вопросов не останется. Хотя я не готов терять на это 12 часов своей жизни. Позвонил бабушке. Потерял 15 часов. Зато теперь у меня и правда не было ни единого вопроса. Я закинул только белую одежду. Залил специальный щадящий кондиционер для белья. Порошок с функцией дезинтеграции пятен. И установил режим деликатной стирки. Запуск. Но машинка не работала. Я нажал еще раз. Бесполезно. Я выткнул из розетки и воткнул снова. Не работает. Но тут я бессилен. Назвонить папе и терять двое суток, чтобы починить машинку, я точно не готов. Придется стирать вручную. Достал тазик. Закинул туда вещи. Залил водой. Насыпал порошок и начал тереть. Тер очень долго. Пока не протер насквозь. Руку. Залатал ее и продолжил тереть. Так прошло тереть дня. Я уже был на стадии отжатия. Отжал носки. Отжал трусы. Отжал штаны. Пришел недовольный сосед. Попросил вернуть то, что я у него отжал. Ладно. Пора развешивать постиранное белье. Я завесил всю сушилку. Но вещей все еще было много. Я повесил часть на дверь. Часть на кресло. Часть просто разложил на полу. Вся квартира была уложена бельем. Ну теперь можно и отдохнуть. Пошел перекусить. В холодильнике тоже сушились мои вещи. Они мешали выбирать, что покушать. Кое-как достал еды и поставил в микроволновку. Вместе с едой подогрелись и мои носки. Уселся за стол. Пока ел с потолка, на меня упала стопка штанов. Так и думал, что плохо их там закрепил. Решил посмотреть телек. Но в итоге посмотрел футболку и шорты. Потому что на телеке тоже сушилась одежда. Откуда у меня вообще столько белья? Из шкафа вышел Рома. Спросил, закончил ли я стирать. Какое вообще ему дело? Он сказал, что на днях принес мне свою грязную одежду, потому что самому стирать было лень. Теперь понятно, откуда у меня столько белья. И как тут теперь разобрать, где чье? Мы стали делить одежду. Он спросил, почему на его футболке остались пятна. Он еще и недоволен? Сказал ему валить к себе, иначе на его вещах появятся еще и пятна красного цвета. Он попросил перестать угрожать ему красным маркером. И рассказал, что у него есть тайная методика, по которой его семья стирает одежду уже десятки лет, и она не оставляет ни единого пятнышка. Мне стало интересно, что это за методика. Но Рома сказал, что я не член его семьи, и он не будет ничего мне рассказывать. Забрал свои вещи и ушел к себе. Ах он интриган. Да мне вообще пофиг на его секрет. Наступила ночь. Я собрал все высохшие вещи, уложил их и уложил себя на диван. Но Ромин секрет не выходил из моей головы. Несколько дней я не мог ни о чем думать. В мыслях постоянно был лишь Ромин семейный секрет стирки. Я гуглил. Но в интернете не существовало рецепта, избавляющего абсолютно от всех пятен. От раздирающего меня любопытства я позвонил родителям Ромы и попросил их установить меня. Спустя неделю документы были готовы. Все, теперь я полноправный член семьи Ромы. Меня пригласили на семейную видеоконференцию. Сережа, сейчас в этом видеозвонке принимают участие все члены нашей семьи. Дяди, тети, бабушки. И настал тот момент, когда мы должны рассказать тебе одну большую тайну. Сережа, ты приемный. Короче говоря, стирка. Короче говоря, сделал пластическую операцию. Это была пятница. Я переписывался с девушкой. Ну как переписывался? Просто ждал, пока она ответит. Девушка была онлайн и не читала. Наверное, сильно занята. Нет, не занята. Пока ждал ее ответа, листал свой профиль. Может быть, дело в моих фотках? Вернее, в выражении лица на этих фотках. Тут девушка наконец ответила. Она легонько намекнула, что дело в моей внешности. Посмотрел на себя повнимательней. Надо что-то предпринять. Сделал маску для лица. Не такую маску. И не такую. Маску из огурцов. Все это не сильно помогло. Нужно действовать радикально. Я сделаю себе пластилиновую поделку. Это не то. Пластиковый стаканчик заполнил водой. Ситуацию это не поменяло. Пластику тела нужно развивать. А, точняк. Я просто сделаю пластику лица, и моя самооценка вырастет в разы. Нужно понять, что именно мне не нравится в моей внешности. Распечатал и повесил множество своих фотографий на стену. Путем длительных вычислений и многочасовых исследований я пришел к окончательному выводу. Я просто урод. Да, он урод. Буду полностью менять свое лицо. Полез в интернет искать хороших пластических хирургов. Этот слишком странный, слишком стрёмный, слишком добрый. Не вызывает доверия. А вот это то, что нужно. Я немедленно записался на операцию и отправился в клинику. Через несколько дней вернулся домой с замотанной головой. Мне было очень интересно, какой получился результат. Но доктор сказал, что бинты можно будет снять только завтра. Однако мне нравилось даже так. Мои фотки в бинтах набирали больше лайков, чем обычные. Ну, уже лучше. Осталось только дожить до завтра. Я покушал, умыл лицо, посмотрел фильм с любимым актером. Единственный минус, что не всегда срабатывал в Face ID. Наконец наступил следующий день. Я тут же схватил ножницы, подстрик ногти. Ну ладно, пора снимать повязку. Блин, прикольно. Еще и на лосо в подарок побрили. Давно так хотел. Я уже думал изучить свое лицо повнимательней. Ведь это так интересно. Но я просто лег спать. Проснувшись утром мне резко захотелось шашлычка. Я перекусил. Еда запуталась в бороде. Провел необходимые уходовые процедуры. Причесался? А, ну да. Надеюсь, я вскоре привыкну. Сменил фотки и попробовал снова написать той девушке. Она сказала, что теперь я выгляжу слишком взрослым. Да блин, как ей угодить? И тут мне в голову пришла гениальная идея. Вроде ничего, но чувствую себя как-то странно. Я пошел, шла к телефону. Надо написать той девушке, втереться к ней в доверие и выяснить, какие парни ей нравятся. Ведь девчонки доверяют друг другу свои секреты. Я написал, написала ей. И тут до меня доперло. Можно же было просто создать фейковую страницу и не менять для этого свою внешность. Ладно, уже поздно. Мы быстро разговорились и она рассказала, что в ее вкусе высокие красивые парни с короткой стрижкой. Итак, мой финальный заход к пластическому хирургу. А нет, не финальный. Вот оно. Теперь я действительно красавчик и подхожу по всем параметрам. Сменил фотки и написал ей снова. Она наконец начала проявлять ко мне интерес. Мы очень мило общались. Я смешно шутил. Она громко смеялась. Не, реально громко. Она живет в другом районе, а я слышу ее смех. Мы договорились встретиться завтра вечером в баре. Цель достигнута. Но неужели она думала, что я ее и не переиграю? Я снова сменю внешность на свою обычную и мы встретимся в назначенное время. Нахрена я опять менял внешность, если мог написать с фейка? Неважно, это часть плана. Я вернул свою изначальную внешность Ромы. Пришел на место. Девушка уже была здесь. Она была симпатичной. Как вдруг... Ну что, Ром, здорово я тебя разыграл, да? Зашибись, разыгрыш Серег. Короче говоря, сделал пластическую операцию. Короче говоря, вернулся в школу. Это была обычная пятница. Я сидел за партой и рисовал на полях в тетради всякую фигню. Вы спросите, что я вообще делаю в школе в 26? Все просто. Мне нужно исправить двойку по физике за восьмой класс. Да и не только по ней. Просто с моим аттестатом не берут ни на какую работу. Рядом со мной сидела Сидорова. Я дернул ее за косу. Она сказала, что за дверью находится ее адвокат. Я поправил ее косу. В кабинет зашла училка. Мы встали. Она сказала садиться. Ну и нафига мы вставали? Училка сказала, что сегодня мы будем проходить тепловые явления. Ну, звучит довольно просто. Стал записывать за ней с доски и внимательно слушать. Но время тянулось, как жвачка, прилипшая под партой. Вскоре училка нарисовала на доске какую-то схему и сказала, что сейчас начнет вызывать по списку. Фух, хорошо, что у меня фамилия Частина, я далеко не в начале списка. И первым пойдет отвечать. Отвечать пойдет. На всякие я скрестил пальцы. Часть первую пойдет отвечать. А я уж перепугался. Частушку вспомнила. Вышел заяц на крыльцо. Да что же она так пугает? Сейчас уже целый стою. Никого выбрать не могу. Да сколько можно-то? Первым отвечать пойдет Баранов. Не, я не пойду. Хорошо, тогда Частин. Доигрался. Я вышел к доске. Училка сказала, что тут все просто. Я спросил, где просто. Ладно, приступим. Взял в руки мел и начертил линию. Училка сказала, что мне нужно замкнуть цепь. Че нужно? Она все поняла. Сказала, что сперва хочет выяснить мой уровень подготовки и спросила первый закон термодинамики. Я стал размышлять логически. Термо это погода. Динамика это откуда музыка играет. Как связать эти две вещи? А пифагоровые штаны во все стороны равны. Садись, три. Как хорошо, что я заплатил ей 3000 перед уроком. Далее не происходило ничего интересного. Она вызывала моих одноклассников по очереди. Кроме Баранова. Он не хотел отвечать. И, наконец, звонок. Который для учителя. Она ответила и отпустила нас. Мы вышли в коридор. Договорились с пацанами сыграть в догонялки. Но играли мы недолго. Нас остановил дежурный. Мы с пацанами начали обсуждать, кто с кем из класса хочет замутить. Тимохин сказал, что с Архиповой. Козленко с Соболевой. Я с Ивановой. А Баранов с Сидоровой. Мне уже адвокат и двое детей. Но ему было пофиг. Снова прозвенел звонок. Мы зашли в класс. Скорей бы в столовку. Но сейчас у нас урок литературы. Зашла училка. Да, у нас одна училка на все предметы. Я на всякий случай поправил Сидорову косу и принялся слушать. Но слушать пришлось недолго, потому что нам сказали доставать двойные листочки и писать сочинения на тему характер князя Мышкина. Это кто такой? Я поднял руку. Меня не замечали. Я поднял вторую руку. Меня заметили. Вот вам лайфхак. Я отпросился в туалет. Мне разрешили сходить в туалет, но попросили оставить телефон на столе. Мне перехотелось в туалет. Придется пользоваться мозгами. Князь Мышкин это персонаж произведения. Какого произведения? Я спросил, а про принца Крыскина тоже надо писать? Идиот. Я переспросил, что? Училка сказала, что князь Мышкин персонаж из романа Идиот. Я точно сейчас услышал, что она назвала какого-то романа идиотом. Но не буду отвлекаться. Начал писать. Писал очень долго. Меня посетила муза. Я был красноречив и использовал невиданные доселе речевые обороты. Вскоре пришло время сдавать работы. На этот раз мне хватило на четверку с плюсом. Урок оконченный, пришло время столовки. Мы спустились. Взяли еду и сили за столик. Тут был какой-то непонятный салат с капусткой, но не красной. Я от души покушал. Мы все от души покушали. Ох уж эта атмосфера. Гул в ушах от разговоров. Хорущие повара. Звуки бьющейся посуды. Кайф. Но этот кайф обломал звонок на урок. Мы пошли на физру. Выстроились в ровную шеренгу. И как всегда ни у кого не было формы. Вошла училка. Сказала перестроиться по росту и половому признаку. Мы стали спорить кто из нас выше. Про половой признак спорить не стали. Началась разминка. Мы вертели головами. Училка вертела свистком на пальцы. Вскоре мы побежали. Все. Кроме Баранова ему лень. Мне было тяжело. Я задыхался. Потом училка дала мяч и сказала играть. Мы начали пинать баскетбольный мяч. Она сказала, что им играет по-другому. И заставила нас играть в волейбол. Мы все отбили руки. И тут я слишком сильно ударил по мячу и разбил окно. Капец. Училка зло посмотрела на меня. Я уже понял, что мне крышка. И тут она сказала. Роман Андреевич, это уже слишком. Вы хоть и директор, но так нельзя. Все. Поиграли в школу и хватит. Возвращайтесь в свой кабинет. Вас уже учителя на планерке ждут. Короче говоря, вернулся в школу. Короче говоря, я в ловушке. Это был Рома с чемоданом. Сегодня он уедет на неделю к бабушке. К моей. Лишь бы по пути не попался серый волк. Он попросил меня на время его отсутствия последить за квартирой. Вовремя кормить кошку. Поливать цветы. И ни в коем случае не заглядывать в шкаф. Сказал, если все пройдет отлично, поблагодарит меня лично. Убрал книгу с рифмами в чемодан и ушел. Вслед я сказал, чтобы он не переживал и все пройдет идеально. Так прошли первые два дня. Я услышал звучное мяу около своих ног. Вообще слышу это уже не в первый раз. А в 641. Поэтому придется накормить животное. Заказал пиццу. А кошку накормлю позже. После того, как она дала понять, что дальше ждать не намеренно, я подсыпал ей корма. Раз уж я поднялся, сделаю еще чего-нибудь. Попытаюсь вспомнить, что он там вообще говорил. Как тебе нужно полить кошку, покормить цветы и обязательно заглянуть в шкаф? Мне кажется, он говорил как-то по-другому. Ты должен покормить матрешку, выпить таблетку и обязательно заглянуть в шкаф. У меня феноменальная память. Пожалуй, начну с того, что загляну в шкаф. Открыл его. Внутри находилось какое-то помещение. Интересно. Я залез внутрь. Вышел через металлическую дверь. Здесь было множество запутанных длинных коридоров. Рома явно что-то от меня скрывает. Немного походив туда-сюда, я подумал, что лучше вернуться обратно. Но совершенно забыл, через какую именно дверь я сюда попал. Тем более, они все были закрыты. Это какой-то ужас. Я переключил на комедию. Пошел дальше. Завернув за угол, увидел у стены уродца. Он был похож на меня. При внимательном рассмотрении понял, что это была моя чистейшая копия. Обидно. Клон спросил. У тебя тоже феноменальная память. После чего объяснил, что оказался здесь еще месяц назад. Кроме него, здесь обитают еще несколько таких же клонов меня самого. И все бесцельно слоняются здесь уже много-много дней. Я спросил, для чего Роме понадобилось это место в шкафу. Третий клон ответил, что это таинственнейшее помещение, специализирующееся на экспериментах с клонами одного и того же индивида. Второй клон сказал, что у Сереги поехала крыша, так как здесь он находится дольше всех. Я подумал, что крыша уже поехала у меня. Четвертый клон объявил о том, что здесь это абсолютно нормально. Нет, это не нормально. Я решил во что бы то ни стало найти выход. Стал ломиться во все двери подряд. Клоны заулыбались. Я выламывал двери. Клоны ржали как кони. Я не сдавался. Они катались по полу. Я отчаялся и забился в угол. Один из клонов подошел поближе и спросил, что произошло. Тупой вопрос. Я сказал, что не хочу здесь застрять на всю жизнь. А, так если тебе нужен выход, то тебе вон в ту дверь. И ты молчал? Вы совсем придурки? Ну мы же твои клоны. Просто нам здесь нравится. Все понятно. Я вышел в указанную дверь и снова очутился в Роминой комнате. Что это вообще было? Услышал, как проворачивается ключ в замке. Рома вошел в квартиру. Я схватил его, стал трясти и расспрашивать, что за хрень творится у него в шкафу. Он стал трясти меня в ответ. Бить по щекам. Я офигел от такой дерзости. Но успокоился. Рома спросил, поливал ли я цветы. А это тут еще при чем? Если долго не поливать от растения, оно начинает выделять пыльцу, которое вызывает галлюцинацию. То есть коридоры в шкафу и клоны, все это мне привиделось? Спустя полчаса я наконец полностью отошел от этого бреда. Рома поблагодарил меня за то, что я присмотрел за домом в его отсутствии и я ушел к себе. Короче говоря, я в ловушке. Друзья, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал, если понравилось это видео. Мы очень старались. А также предлагаем посмотреть предыдущие ролики на нашем канале. Они тоже очень интересные. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok